Слава нашему Господу. Бог един. Бог это Творец. Господь это Господин. Кто наш Господин? Тот, кто нам должит, тот и Господин. Тому мы подчиняемся. Я пишу субтитры. Есть такое видео ипатия. И там я вот вношу такое разъяснение, что нельзя говорить. И говорю, Бог Отец. Нельзя говорить. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И, конечно, я ошибаюсь. Как раз Бог Отец можно говорить. То есть я говорю, нельзя говорить Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Имею ввиду, что нельзя говорить только Бог Сын и Бог Дух Святой. А Бог Отец как раз надо говорить. Такая у меня ошибочка вышла. А Бог мне как раз дал. Потом заблуждение сразу мне наказал. Я вот только что монтировала видео. Ну то есть вырезала неправильную фразу. Ну оставила, кстати, нельзя говорить Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. То есть в том смысле, что якобы три апостаси, о которых нам кто-то рассказал. О веках. Но это происходит. Потому что людям нравится их учить. Нравится что-то сочинить. Ну, поговорим по слову. Ведь Бог это слово. Как все взаимосвязано. Понимаете, Бог Отец, Бог Слово, которое Он дал через Пророка. И Сын тоже Слово. То есть Он сотворил Слово через Сына. Через Его Судьбу. И если изучать Слово, то мы делаем выводы. О чем я хочу сказать? О единой воле Бога Отца. Понимаете? То есть есть пророки, а есть те, которые противоречат пророкам, они уже лже-пророки. И как Бог наказывает своих пророков, если они отступаются. Пример яркий. На мой взгляд, из Ветхого Завета. Вкратце изложу суть. Получается, что Давид объединил царство. У него уже весь Израиль практически был к его подчинение. Ну, Соломон наложил, так сказать, иго. Крепко там отделился кто-то от кого-то. И Раваам, который потом стал царем при сыне Соломона Равааме. И Раваам, которому верили народ, он стал царем Израиля. Раваам остался царем Иудеи. Там жили еще в Венимитяне. А И Раваам стал царем Израиля. И что сделал И Раваам? Он решил, вот, если народ израильский будет ходить в Иерусалим, поклоняться Богу, то он опять восстанет против меня, там возмутиться чем-то и опять присоединится к единому, ну, в общем, царю иудейскому. Захочется объединиться. И он решил построить высоты, построить жертвенники, чтобы люди поклонялись здесь, в Израиле. Они ходили в Иудеи на поклонение единому Богу. Вот. Ну и... И было сказано Слово Божие к самим человеку Божией сказано. Скажи Равааму, сыну Соломону, царю иудейскую, всему Дому Иудину и Вениамину и прочему народу. Так говорит Господь. Не ходите и не начинайте войны с братьями вашими, сынами Израилями. Не ходите и не начинайте войны с братьями вашими, сынами Израилями. Возводитесь каждый в дом свой, ибо от меня это было. И послушались они Слово Господне и пошли назад по Слову Господне. Вот. Ну, видите, Бог так ведет меня, что я об этом заговорила, что Израиль мог бы быть захвачен. То есть Раваам, сын Соломона, решил захватить Израиль, когда он отделился. Хотел воевать, но было слово через Пророка. Вот, пожалуйста, Самея. И послушались Пророка. Аллилуйя. И перестали воевать. Вот. И построил Иеравам Сихем на горе Ефремово. И поселился в нем. Оттуда пошел и построил Пино. Вы понимаете, что Бог показывает? То есть Бог говорит через Пророка. Послушайте его. Он много говорит. Но его не слушаем. И когда Иеравам что-то себе вымышляет, он же видит, что и перестали воевать. Не воюй. Успокойся. Нет, он себе думает. Ага. Если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в Доме Господнем, то сердце народа сего обратится к Государю своему. К Равааму, Царю Иудейскому. И убьют они меня. И возвращаться к Равааму, Царю Иудейскому. Люди думают о Канган. Видишь, как он слушает. Они перестали воевать. Идет ответка. Доброе дело. А идет ответка лукавства. Те перестали воевать. Те ушли под вагу. Вот они подумают, что вот он перестал воевать. А они опять захотят объединяться. И манипуляция идет на уровне церквей. И понимаете же, ага, что я сделаю? А я поставлю здесь двух тельцов там, сказал, и так далее. И поставил он одного в эфире, другого в Дане. Вот. И повело это к греху. Ибо народ стал ходить к одному из них. Даже в Дан. И построил он капище на высоте. И поставил из народа священников, которые не были. И снова в Левине. Понимаете? Вот когда государство вмешивается в дело церкви. Понимаете? Ставить еще своих священников. Ну, это было при Советском Союзе, да? Когда из кагибистов ставили священников. Такое безобразие, может, до сих пор это творится в православной церкви. Почему я осерегаюсь этих православных церквей? Понимаете? Вот. Которые выведывали информацию. Якобы рассказываете, что у вас там. Ну, покайтесь. Перед грешниками каяться. Рассказывайте о своих якобы грехах. Понимаете? Вот. И установил Ира вам праздник восьмой месяце. Пятнадцатый день месяца. Вот. Ну и принес жертвы на жертвенники, которые он сделал в эфире в пятнадцатый день восьмого месяца. Да. Который он произвольно назначил. Как хотел. То есть, не связывая ни с какими событиями. Установил праздник для сынов в Израиле. И подошел к жертвеннику, чтобы совершить курение. Тринадцатая глава. Третья царств. Дальше. Продолжение истории. И вот человек Божий пришел из Уудеи, по слову Господню, в Вифи, в то время, как Яровам стоял у жертвенников, чтобы совершить курение. И произнес к жертвеннику слово Господне и сказал. Жертвенник, жертвенник. Так говорит Господь. Вот родится сын Дома Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе. И дал в тот день знамение, сказав. Вот знамение того, что это изрек Господь. Вот этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем, рассыплется. Когда царь услышал слово человека Божия, произнесенное к жертвеннику Вифили, то простер Ировам руку свою от жертвенника, говоря, возьмите его. И одеревенела рука его, которую он простер на него, и не мог он поворотить ее к себе. И жертвенник распался, и пепел жертвенника рассыпался по знамению, которое дал человек Божий слову Господню. Бог Отец, Бог Творец. Он говорит людям, он говорит через пророков. Но у нас до чего дошло? Слышать Бога – это безумие, это уже диагноз, понимаете, и так далее. Сравнивать порядочных людей, честных, благополучных, сравнивать с алкоголиками, которые допьются до чертиков, как говорится, да, и с бесами разговаривать. Понимаете, нельзя поставить диагноз? Нормально. У всех голоса – это уже диагноз. Понимаете? А может, человеку Бог говорил. Ну? Утешение. Когда летел в космос Гагарин, он уже слышал слово «все будет хорошо». Это откуда пришло? От бесов? И он об этом говорил. Бог говорил, утешал человек. Да. И смотрите, что дальше произошло. «И сказал царь человеку Божьему, что значит непослушание, что хуже колдовства. И сказал царь человеку Божьему». То же самое, кстати. Откуда это непослушание хуже колдовства? Это Саулу сказал пророк Самуил. Потому что он тоже хотел, он не дождался пророка и начал сам, священника, начал сам приносить жертвоприношения. Понимаете? Вот это осушание. Мир совывает свои грязные руки там, где должно быть свято. Должна быть свято. Понимаете? И многие церкви, церкви устроены на этих мирских. Понимаете? На этом мирском. Многие церкви. Я об этом уже говорил. Но человек Божий сказал царю, хотя бы ты давал мне полдома твоего, я не пойду с тобой. Да, перед этим что было сказано? И сказал царь человеку Божьему, у милости лица Господа Бога твоего и помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне. И у милости вел человек Божий лица Господа, и рука царя поворотилась к нему и стала как прежде. И сказал царь человеку Божьему, зайди со мной в дом и подкрепи себе пищу, и я дам тебе подарок. Грешникам в дом заходи. Но человек Божий сказал царю, хотя бы ты давал мне полдома твоего, я не пойду с тобой, и не буду есть хлеба, и не буду пить воды в этом месте. Ибо так заповедано мне Словом Господнем, не ешь там хлеба, и не пей воды, и не возвращайся той дорогой, к которой ты шел. И пошел он в другую дорогу, и не пошел обратно той дорогой, к которой пришел в эфир. В эфире жил один пророк-старец. Сын его пришел и рассказал ему, что сделал сегодня человек Божий в эфире. И слова, какие он говорил царю, пересказали сыновья отцу своему. И спросил их отец, какую дорогу он пошел. И показали сыновья ему, какую дорогу пошел человек Божий, приходивший из Иудеи. И сказал он сыновьям своим, оседлайте мне осла. И оседлали ему осла, и он сел на него. И поехал за человеком Божиим, и нашел его сидящего под дубом. И сказал ему, ты ли человек Божий, пришедший из Иудеи? И сказал тот, я. И сказал ему, зайди ко мне в дом и поешь хлеба. Тот сказал, я не могу возвратиться с тобой и пойти к тебе. Не буду есть хлеба, и не буду пить у тебя воды всё вместе. Ибо словом Господнем сказано мне, не ешь хлеба и не пей там воды, и не возвращайся той дорогой, которую ты шел. И он сказал ему, и я, пророк, такой же, как ты. И ангел говорил мне словом Господнем и сказал, вороти его к себе в дом, пусть поест он хлеба и напьется воды. И он сказал ему, а Бог и делал. Он сказал мне, и не делал. А тут рассказывает о каком-то ангеле. Тут поверь, что действительно Бог что-то придумал другое. И тот воротился с ним и поел хлеба в его доме и напился воды. Когда они еще сидели за столом, слово Господне было по руку, воротившему его. И произнес он человеку Божьему, пришедшему из Иудеи, и сказал, так говорит Господь, за то, что ты не повиновался устам Господа и не соблюл повеление, которое исповедовал тебе Господь Бог твой, но воротился, ел хлеб и пил воду в том месте, в котором он сказал тебе, не ешь хлеба и не пей воды, тело твое не войдет в гробницу отцов твоих. После того, как он поел хлеба и напился, он оседлал осла для пророка, которого он воротил. И отправился тот, и встретил его на дороге, лев и умертвил его. И лежало тело его, брошенное на дороге, а всё же стоял подо него, и лев стоял подле тела. Вот. Понимаете, обманул пророк как бы тоже. Обманул, сказал, что он, наверное, сказал, на самом деле ты обманул. А потом он еще ему говорил, что вот такое тебе слово будет Бога. Что это? Понимаете, что происходит? Вот. Таким образом судится грех. Грех должен судиться строго. Если есть грех, там нельзя есть пищи, нельзя вкушать пищи. Но пророк взял свое слово. Конечно, в логово врага зашел. Он не мог не погибнуть там. Понимаете? В логове врага, который ищет свои славы. Да? Бог един. Бог наш Отец. Другого не дано. И можно рассуждать, что... Ну даже смешно рассуждать, да? Что несколько богов творили Вселенную, правда? Или кто-то там сотворил Млечный Путь, а кто-то там Артемеду и так далее. То есть смешно об этом говорить. Абсолютно наивно об этом рассуждать. Бог действительно един. По-разному открывался. Как я говорю, каждому часть истины открыл. Вот. И давайте искать. Для каждого Бог приготовил свою звездочку. Творец неба и земли. Он вас любит. И желает, чтобы вы искали. И Он вас возлюбил. Не вы возлюбили Бога, а Бог возлюбил вас. Посмотрите, как Он вас любит. Проснитесь. Проанализируйте вашу жизнь. Сядьте вечером, когда никуда не спешите. Проанализируйте вашу жизнь, как Бог вас любит, как Он защищает. И воздайте Ему славу. Аминь. Будьте благосовенны. Субтитры от voi с вами с вами. Будьте 23а. Увидимся. Увидимся.